В прошлый раз занимались рассеянием и свойствами рассеяния при наличии фенометального взаимодействия и познакомились с интерференцией улоновского ядерного рассеяния. Но вот эта интерференция позволяет экспериментально по угловым распределениям определить фазы рассеяния сильного рассеяния. Ну, действительно экспериментально были изменены несколько фаз до эграмного, тройки, четверки, даже пятерки, по-моему, уже тоже было померено. И дальше возникает вопрос, как, зная вот эти фазы, можно что-то сказать о свойствах ядерных сил. Ну, возможно, вы знаете о существовании такой теоремы, что в случае рассеяния на потенциале, если вам известны все фазы рассеяния от нуля до бесконечности и при всех энергиях от нуля до бесконечности, при всех энергиях, при которых идет рассеяние, то в этом случае потенциал восстановится однозначно. Ну, кроме этого, еще нужно знать кое-что, что еще нужно знать про связанное состояние, кое-что. Но, в принципе, потенциал восстанавливается однозначно. В случае сильного взаимодействия ситуация совсем другая. Во-первых, измерены фазы в ограниченном интервале энергии. Во-вторых, принципиально упругое рассеяние существует только в ограниченном интервале энергии. Потому что при энергии в больше 150 МФ у вас начинается рождение пионов при взаимодействии сильных нуклонов друг с другом. Ну и, естественно, тогда уже упругое рассеяние – это один из каналов, который не самый доминирующий, может быть. Поэтому задачи, конечно, здесь явно неоднозначные. Потенциал, который восстанавливается, неоднозначен. Ну и, действительно, существует несколько вариантов построения потенциала ядерного взаимодействия. Поэтому мы сначала просто обсудим общее свойство ядерного взаимодействия. Ну и потом приведем пример. Я приведу пример одного из потенциалов, который в последние 30 лет активно использовался. Ну, хоть скоро мы про ядерные силы точно ничего померить не можем, то большое значение предметает вопрос, какие симметрии существуют у ядерного взаимодействия. У ядерных сил. Какие симметрии? Ну и эти симметрии, конечно, будут вам определять вид потенциальной энергии, вид потенциала ядерных сил. Строго говоря, а если вы говорите о потенциале, тут есть еще один факт, который ограничивает область применимости потенциального описания. Если вы говорите о потенциале, то подразумевается, что частицы у вас точные. Потому что потенциал ничего не знает о том, как устроена частица. Ну, двучастичная задача в нейротической квантовой механике сводится к задаче одной частицы в потенциале, в потенциальном поле. Но мы же знаем, что он уклонен у вас в частиц конечных размеров, которые имеют внутреннюю структуру. Поэтому по некоторым потенциалам на расстояниях, когда у вас начинают перекрываться частицы протон, нейтроны, друг с другом, у вас понятие потенциала вообще становится несколько неопределенным. Оно теряет смысл. Потому что в этом случае у вас уже сказывается внутренняя структуру плода. Ну, вот поэтому, значит, вот, хотя этот потенциал развивался очень долго, область его применимости, конечно, ограничена. Но, тем не менее, для нужд ядерной физики, то есть только ядерной физики, все-таки этот потенциал полезен, скажем так. Полезен и его, поэтому можно в разных случаях использовать. Так что это дело, надо. Ну вот, давайте начнем со свойств ядерных сил. Первое. Коль скоро мы знаем, что пространство однородно-изотропное, то у нас обязательно этот потенциал ядерного взаимодействия должен коммутировать, во-первых, оператором полного импульса, то есть я бы в двух частиц. Во-вторых, он должен коммутировать запередным полного момента. Я не пишу параметры этого потенциала сознательно, но вот такое, значит, я пишу, что это все, по-тре говоря, оператор, это тоже оператором, но у нас должно быть, выполняются вот эти два соотношения первого дела. Ну сразу. Значит, коль скоро это инфуз переноса системы как целая, это означает, что двухчастничного взаимодействия потенциал У не может зависеть по отдельности от каждой из координат. Он должен зависеть только от разности. r1 минус r2. В этом случае любая функция разности у вас будет коммутироваться с оператором полного момента. Вот. Ну и кроме того, значит, я буду обозначать относительную координату просто через r. Кроме того, утверждение, что он коммутируется с оператором полного момента, означает, что этот оператор, взаимодействие, является скаляром по отношению к обращению. Скаляром. Вот это существенно. Это дальше будет сказываться. Да. Кроме того, в сильных взаимодействиях известно, что еще сохраняется четность. Четность. Ну, поэтому потенциал оператором взаимодействия является истинным скаляром, а не всяком скаляром. То есть он при отражении координат, он не должен менять, при инверсии он не должен менять знак. Он является истинным скаляром. Ну и кроме того, еще одна симметрия дискретной, кроме четности, кроме инверсии, связана с инвариантностью относительно отражения времени. Значит, эта операция, она нам дальше будет встречаться довольно часто, поэтому давайте мы ее подробнее скажем, что такое отражение времени. Значит, оператор отражения времени, т, он вообще говоря, операция от т-содвижения определяется следующим образом. Это есть, во-первых, оператор от т, который меняет явно знак, знак уявной зависимости от времени. То есть, если он действует на функцию какой-то пси от т, то он получает функцию пси от минус т. То есть, оператор от т действует на функцию любого эфа от т-содвижения, дает эфа от минус т. Так, дальше. При отражении у вас начальное состояние и конечное состояние меняются местами. Поскольку процесс развивается во время в обратную сторону, то у вас начальное состояние, конечно, меняется местами. Иными словами, все маточные элементы оператора вы должны трансформировать у состояния, там, какой-то, там, давайте здесь напишем, здесь 2, а здесь 1 с квантовыми, ну, 1 и 2 – это номер квантовых чисел какой-то, он переходит при этой операции в 1, у, 2. 2, то есть, это есть 2, у трансформированная от альбинга. Дальше. Оператор, поскольку все операторы физические, они эрмитовые, то эрмитовые, это означает, что у вас трансформирование для эрмитовского оператора, для которого успех, равно у. операция трансформирования совпадает с операцией комплексного сопряжения. Поэтому можно написать, что я тогда все равно 2, 1, комплексно-сокряженная. Комплексно-сокряженная. Поэтому сюда вы должны добавить обязательно еще операцию комплексного сопряжения. Ну и кроме того, если у вас имеются еще какие-то операторы, типа операторов спина, которые являются, которые ведут себя как момент в точности, то момент при отражении времени меняют знак, но поскольку это матрица, то у вас должен быть оператор, который на них действует. Поэтому, вообще говоря, здесь еще один оператор У. Его обозначают У с буквой Т большое, чтобы не получить ее со взаимодействием с буквой Т большое, который, значит, вот действует на на маточные примеры, на спины, на операторы спина. Так, это унитарная матрица, действуя на операторы спина. Ну, если у вас спин равен нулю в системе, то для честиции спинной 0 это, конечно, будет единичная матрица. Потому что спин 0 у вас не преобразуется. Вот. А для спины 1, 2, она требуется, она возникает из требования, чтобы преобразование Т, С, Т-1 давало бы минус С. Давало бы минус С. Теперь, ну, если мы для спины 1, 2 берем, то можно просто робот с матрицами Паули, убираем множители 1, 2, и для матриц Паули мы получаем следующее, что вот этот оператор, он сокращивается, О, его минус 1, поскольку там явной зависимости от времени нет. Оператор комплексного сопряжения работает, потому что у вас матрица Паули, у вас комплексная, у вас матрица Сигма 2 и МИ. Поэтому это равенство, где выходит следующее. У, Т, здесь стоит Сигма, матрица комплекса сопряженная, а здесь стоит У, У-1, или что то же самое, поскольку это матрица унитарная, то это У-крест. это должно быть равно минус Сигма. Ну вот, смотрите, значит, тут, поскольку Сигма, значит, Сигма сопряженная 1 равняется Сигма 1, Сигма сопряженная 3, равняется Сигма 3, и только Сигма 2 сопряженная равняется минус Сигма 2, минус Сигма 2. Вот, тогда что мы видим? Мы видим, что у нас вот эта матрица, У, должна быть матрицей, которая антикоммутирует вот с этими двумя матрицами, чтобы когда вы переставили, вот сюда или сюда, чтобы получить единицу, и коммутирует Сигма 2. Ну, понятно, что такой матрицей является только Сигма 2. Поэтому можно написать, что У, Т, вот эта, даже не ладно, вторая, матрица унитарного преобразования отраженной времени, есть какой-то коэффициент это на Сигма 2, причем это, это Т, давайте тоже обозначим, это Т по модуле в квадрате должно быть равно единице, чтобы матрица была унитарной. Это Т по модуле в квадрате равно единице. Ну, обычно выбирают в качестве Эта Т, Эта Т, выбирают минус И. Минус И, тогда, значит, получается, что эта матрица У, Т, У, Т, есть минус И, Сигма 2. Ну, а поскольку Сигма в квадрате равно единице, то это можно записать в таком виде. Это равно вверх степени минус И, И пополам Сигма 2. Косинус Пипополам равен 0, Синус Пипополам равен 1. Поэтому, значит, при Синусе минус И выходит как раз Сигма 2. Чертная степень, значит, складывается в Косинус, при пополам нечетная, складывается в Синус с коэффициентом Сигма 2. И минус И возникает. Иными словами, эта матрица, есть матрица поворота, набив пополам вокруг второй оси. Это попадает с матрицей поворота. Так, теперь еще одно свойство. Смотрите. Давайте посмотрим, что такое Т квадрат. Т квадрат. Т квадрат. Значит, Т квадрат фактически... Значит, О в квадрате даст единицу, а вот комплексное сопряжение... Значит, тут смотрите. У, Т, К, О, С. Дальше. У, Т, К, О, Т. Значит, О комплексных не содержит. Никаких величей. Поэтому О в квадрате дает единицу. А вот К, действуя на У, дает пункт сопряженное. И получается, да. А К квадрат снова единица. Потому что двойное комплексное сопряжение – это единичная операция. Поэтому мы видим, что это есть, и на У, Т действует на У, Т комплексно сопряженное. Или это есть минус Ти Сигма-2. Так вот стоит Ти Сигма-2 комплексно сопряженное. Поскольку Сигма-2 равно минус Сигма-2, то получается минус И в квадрате на Сигма-2 в квадрате. И это равно, естественно, минус единице. Таким образом, видите, для спинора повторное применение операции отражения времени приводит к изменению знака. Для спина 1, 2. Приводит к изменению знака волновой функции. Ну, вообще-то, вы, наверное, с таким свойством уже встречались. Потому что, если вы помните, спинор при повороте на 360 градусов на 2 П тоже меняет знак. Поэтому, в общем, это свойство, оно как раз присуще спинормам. Потому что это что вы можете делать со спинормами. Так. Вот. Это, значит, вот инвариантности, которые вообще существовали в механике. Фактически. И здесь только вот спин немножко усложнил операцию отражения времени. Кроме того, в ядерных силах существует специфическая инвариантность, связанная с тем, что протон и нейтрон имеют практически одинаковые массы. Значит, если вы помните, я писал, что дельта М к М, разность масс протона и нейтрона, М нейтрона минус М протона, поделить на массу протона, это 0,14%. Видите? В районе 0,5%. Иными словами, эти 20 стоянных с хорошей техноточностью выражены. Ну, это означает, что если у вас вырожденное состояние есть, то вырожденное состояние всегда указывает, значит, что они в какой-то симметрии. Иными словами, если у вас есть оператор, какой-то, назовем его Тау, который переводит состояние протона в состояние нейтрона, то легко видеть, что этот оператор должен коммутировать со взаимодействием. Как с гаментоняном, вообще, наверное, в общем случае, с полным гаментоняном. С полным гаментоняном для флекси. Он должен коммутировать с ней. Ну, понятно, почему, да? Потому что если вы действуете сюда Аш, и сюда Аш, то тут получаете массу, тут получаете коммутатор массы плюс коммутатор. Поскольку массы должны совпадать, массы нейтронного протона совпадают, то это означает, что у вас вот этот коммутатор должен быть равен ему. То есть, состояние, которое получается в действии вот этого оператора, имеет ту же самую энергию. Ту же самую энергию. Вот. Ну, тогда можно развить формализм, который подобен просто формализму спина, считая, что протон и нейтрон образуют такой такой-то спинор в эзотопическом пространстве. Причем состояние протона отвечает вот такой спинор, а состояние нейтрона отвечает спинор вот такой. изотопия и тогда вот этот оператор будет оператором соответствующего момента, оператором поворота в этом пространстве. И эзотопическая невероятность означает, что у вас вращение в этом пространстве эзотопическом, оператор поворота в этом эзотопическом пространстве не должен менять гамильтолиана. Иными словами, у вас коммудатор должен быть равен нулю. Значит, по аналогии со спином, вы можете вести, ну и с момента вообще, вы можете вести оператор Т, три оператора, которые коммутируют совершенно так же, как коммутируют момент. Коммутируют момент. Ну и это вам автоматически будет уже все свойства оператором определять. Ну и поскольку у вас оператор Т и Т коммутируют с Т квадрат, то тогда тот факт, что у вас состояние... 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 так как бы вот сказать... да, это означает, что ваш, 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 ваш взаимодействие, он может зависеть только от Т квадрата. Он не содержит... он является скаляром, поэтому скаляром он должен быть еще и в изотопическом пространстве. Вот такое изотопическое пространство. В случае протона нейтрона изотопический спин равен одной второй. Поэтому протону приписывается проекция плюс одна вторая изотопического спина, нейтрона минус одна вторая. То есть величина изотопического спина определяется просто числом вырожденных состояний. Сколько у вас состояний? Набор состояний вырожденных образует то, что называется мультиплет. В данном случае здесь у нас имеются дубли, два состояния, протона и нейтрона. Ну тогда естественно, что вот этим оператором, оператором изотопического спина, Т, будет являться оператор одна вторая, а здесь я напишу Тау. Где Тау это те же самые матрицы Паули, три матрицы Паули, но только они действуют не на спиновые переменные, а на изотопический спин, на переменные в изотопическом пространстве. Ну это означает, что ваша волновая функция вот этого образования, этой частицы, эта частица, которая имеет две такие проекции, носит название муклон. Муклон нужны двух состояний, в состоянии протона и в состоянии нейтрона. Так вот, сейчас про что я говорил? Про изотопический спин? Нет, что-то у меня вылетело. 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 Да. Да, ну и всегда состояние с изотопическим спином, так же как и моментом, они характеризуются, во-первых, величиной Т квадрат, и еще величиной Т3. Тау-3. Т3. Третий компонент изотопического спина. Если вы имеете ядро атомное, у которого имеется Z протонов и N нейтронов, то тогда у вас компонент Т3 очень просто определена. Потому что Т3, поскольку у протонов проекция плюс одна вторая, а у нейтронов минус одна вторая, то тогда проекция Т3 полная в систему, которая Z протонов и N нейтронов, очевидно будет равна, Т3 равна Z Z минус N делить на два. Но при этом Т квадрат у вас означает, что Т квадрат имеет минимальное значение, Т квадрат, он определяется вот этим, он не может быть меньше, чем Т3 на Т3 плюс один. Поскольку вот Т3 минимально существует, вот такое, Т3 на Т3 плюс один. Вот. И величиной Т3 по модулю, естественно, по модулю Т3. T3 плюс один. Т3 на Т3 плюс один. Т3 плюс один. Т3 на Т3 плюс один. вот это минимальное значение вот этого момента ну, поскольку мы пишем, что t квадрат это есть t на t плюс 1 то я прямо напишу, что t минимальное равняется m1 t минимальное но возбужденные состояния могут иметь больше изоспин при той же самой проекции у него t может быть больше возбужденные состояния ядра могут иметь изоспин больше, чем минимальное меньше, чем минимальное естественно, не может быть поскольку дергалку с проекцией совпадает с величиной изоспина а больше он может быть ну, как всегда, если у вас есть ось в азотопическом пространстве где у вас вот здесь вот есть вот здесь вот есть t3 t3 то тогда t может быть вот такой так что нет ну, это я сильно написал он может быть вот такой вот такой так что проекцией остается t3 но длина этого вектора будет больше ну, и понятно, что минимальное значение t будет тогда, когда он совпадает с t3 минимальная длина этого этого вектора вектора t вот так теперь ну, естественно, что что да, теперь это минимальное значение а какое максимальное значение может принимать вот этот t? ну, максимальное значение принимает просто из того, что вы складываете z спинов одна вторая и n спинов ну, z и n спинов поэтому, когда они все параллельны из-за спины этик тогда у вас получится максимальное значение максимальное значение t поэтому t максимальное будет равно z плюс n пополам так же, как вы складываете z спинов одна вторая и n спинов минус одна вторая проекции вы полную проекцию можете получить вот такую полную максимальную максимальную полную максимальную значение t может быть вот такое t максимальное равно вот этому ну, а все остальные значения t находятся в промежутке то есть t у вас меньше и равен z плюс n пополам и больше и равен z минус n пополам враженстве какой из-за спины имеет основное состояние выбора ну, вот оказывается, что основное состояние т ведра имеет из-за спин t минимальным минимальный ну, и это есть некоторое объяснение которое мы сейчас сейчас поймем дальше что еще можно с из-за спином у нас у нас кто еще с из-за спином у нас можно сделать значит, можно еще следующее написать можно написать следующее что заряд электрический он имеет только у протона поэтому 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 оператор заряда q можно записать так это есть значит, всего у вас а пополам то всего у вас а нуклона где а это z плюс n поэтому можно записать в таком виде это есть а ну, для для нуклона у вас это будет одна вторая плюс t3 заряд потому что если t3 одна вторая метротона то вы получаете единицу t3 минус одна вторая метрона то вы получаете море если вы складываете все 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 а частиц то полный заряд тогда очевидно будет получаться по такой схеме что это есть а пополам плюс t3 где t3 это полная проекция изотопического спины третья компонент ну, как видите у вас оператор заряда выделяет направление в изотопическом пространстве поэтому если мы говорим что сильные взаимодействия инвариантные относительно поворотов в изотопическом пространстве то электромагнитное взаимодействие у вас нарушает эту инвариантность потому что в нем явно появляется заряд который зависит от третьей проекции изотопического спина не зависит ни от какого изотопического скаляра то есть явно отделяется направлением ну вот поэтому можно приписать так приписывалось раньше что вот эта разность масс между микробом и протоном нарушение это и нарушение которое идет от электромагнитного взаимодействия так что еще можно да теперь смотрите значит вот у вас есть два нуклона возьмем два нуклона они являются фермионами подчиняются статистике ферми это означает что они их волновая функция при перестановке должна менять знак при перестановке значит волновая функция вот этого нуклона си она содержит часть зависящую от координат часть зависящую от спинов и часть зависящую от изоспина вот будем обозначать ее вот в таком виде ну в случае когда у вас нет поля которое связывает вот эти величины неликвиды не всегда может так написать которая спин с моментом связывает спиноплитарных сет вот ну и тогда вот это полная волновая функция ну и для одного нуклона ну если у вас есть два нуклона то вы должны тогда при перестановке двух нуклонов менять переменные не только пространственные ради меня два но еще и спины переставлять и переставлять из-за спины тоже переставлять переставлять из-за спины поэтому если у вас для двух скажем протонов или для двух нейтронов было требование что минус единица в степени L L вот что я напишу плюс S должно быть равно так я напишу так плюс 1 должно быть равно минус единице ну если перестановка двух частиц вот ветральной обланов ой Волновая функция приобретает множество минус единицы в степени l, деля орбитальный момент, а спиновая волновая функция приобретает множество минус единицы в степени s плюс 1, поскольку для спины единицы у вас волновая функция симметрична относительно перестановки, полная спиновая, а для спины 0 антисимметрична, и это должно быть минус единицы. Ну, если мы эту единичку уберем, то получается, что минус единицы в степени l плюс s должно быть равно единице. Если мы теперь включим в наше пространство еще и нейтрон и будем эзотопически перемирно осуществлять, то мы тогда должны переставлять кроме спинов еще и из-за спины. Но поскольку из-за спин ведет себя в точности так же, как спин по построению, как спина 1-2, то тогда наши треховоди-антисиметрии волновой функции задействуются в таком виде. Это если минус единица в степени l плюс s плюс 1 плюс t плюс 1 должно быть равно минус единице. То есть получается, что минус единица в степени l плюс s плюс t должно быть равно минус единица. Так, ну вот сразу можно сказать пример рассмотреть, если у вас имеется дейтрон. Дейтрон – это связанное состояние системы сильно взаимодействующих частиц протона и нейтрона. Это состояние единственное в этой системе связано. Других пар нет двух нейтронов, нет связанного состояния, двух протонов нет связанного состояния. Одно состояние. Одно состояние. Тогда вопрос. Из-за спин дейтрона какой будет? Ноль. Понятно, да? Понятно, да? Единственное состояние мультипляться из одного состояния. Это значит, что из-за спин равен углу. Ну выбор тут не велик, потому что два из-за спины одна вторая складывается только в любом углу, либо в единицу. То есть, единица имеет три состояния, три проекции. Поэтому должно было бы быть три частицы. Скажем, вот пи-мезонов, вот пи-мезонов. Спин из-за спин единица, потому что существует пи-плюс, пи-минус и пи-ноль. Три частицы. Вот этот мультиплят из трех частиц, значит, что из-за спины единица два три плюс один равно трех. Значит, дейтрона есть спин ноль. Тогда минус единица в степени единицы для дейтрона должно быть равно минус единице. Дальше. Известно, что спин дейтрона единица. Спин дейтрона единица. Ну и тогда мы видим, что в основном у дейтрона орбитарный момент может принимать только два значения. Либо ноль, либо двое. Потому что полный момент единицы вы можете сложить со спином единица и с орбитальным моментом ноль и с орбитальным моментом двойка. Орбитальный момент единицы запрещен по статистике. Вот здесь. Но он еще запрещен по другой причине в дейтроне. Потому что если у вас, у него другая четность. У L ноль единицы это четное состояние. А L равна единице не четное. Ноль и двое как четное состояние. А единица не четное состояние. Ну поэтому, и коль скоро у вас состояние имеет определенную четность. Четность сохраняется. Поэтому вы можете квантовочную четность ввести. Состояние коммутируется с лимитриньяном. Значит, имеется общий набор состояний у двух операторов таких. Ну тогда, значит, просто четность должна быть определенна. Но это означает, что если четность сохраняется, у вас может быть четность либо ноль. Момент может быть только либо ноль и двойка, либо единица. Других вариантов не может быть. Потому что вы в полный момент единицу со спиртом единицы не сможете. Но вот требования статистики вам убирает L равна единице. И у вас остается только L равна ноль или двойка. Вот это то, что касается из-за спины. Так. Ну вот, теперь давайте сделаем перерыв. И после перерыва займемся построением вот этого самого взаимодействия. Какой общий вид вот этого взаимодействия может быть? Давайте попробуем построить вот это самое взаимодействие. У. Значит, какие в нем могут быть структуры? Ну, естественно, начать с простейшей структуры, которая может быть... Это то, что называется центральной силой. У. Напишем, что у него есть вот это самое. У. С. С. Р. Набор. Р. Это координата R1 и R2. И зависит она только от расстояния, не зависит от углов. Чтобы было скаляк. Значит, нужно было скаляк. Теперь. Вот это первый. Центральный потенциал называется. Дальше. Этот центральный потенциал, он в этом видео, он еще не зависит от эзоспина совсем. Но, в принципе, у вас взаимодействие между двумя нейтронами и нейтронным протоном разное. Поэтому зависит от эзоспина. Куда надо добавить? Значит, у вас есть оператор эзоспина Тау-1. Ну, я запишу. Паркинс Тау-1. От той частицы. Есть Тау-2. Причем зависит от этих двух матерцев. Из этих двух матерцев нужно построить скаляк. Ну, поскольку у вас квадрат этих матерцев равен тройке, не единичная матерца. Поэтому там сумма или разность в квадрате у вас все равно будет сводиться к произведению Тау-1 и Тау-2. Поэтому давайте вот эту скалярную комбинацию и будем дальше использовать. Поэтому все можно дальше мы сюда должны добавить. Вот зависит от эзоспина часть, которая, конечно, будет зависеть от координат. Другая функция умножить на Тау-1 и Тау-2. Ну, Тау-1, Тау-2, оно... Если вы помните, если из-за спин 0, то это произведение равно минус 3. А если из-за спин единица, то оно равно плюс единице. Вот это произведение. Плюс единице. Поэтому, действительно, силы... Для нейтрона здесь будет У центральная минус 3 УЦ Кау. А если у вас два нейтрона или два протона, то у вас будет стоять сумма УЦ плюс УЦ Кау. Так, значит, вот эта простейшая часть. Дальше, что мы должны сказать? Еще известно следующее, что у нас... У нас... Дейтрон имеет состояние только с полным спином равным единице. Со спином 0 связанного состояния нет. Это означает, что силы явно зависят от спинов, как они складываются. Складываются в ноль, складываются в единице. У вас получается, что... Поскольку нейтрон протон, вообще-то разное состояние, поэтому статистика на них, если вы не учитываете, из-за спины не сказывается, то вы должны сюда добавить еще силы, зависящие от спина. Но спин, как и из-за спин, удобно... В случае спина, как и в случае из-за спина, удобно использовать матрицу. Сигма-1 и Сигма-2. Значит, вот... Иногда, вы знаете, вот эти матрицы... Это матрицы Паули, Сигма-2. Эти матрицы иногда называют матрицей Гайзенмерка. Хотя они ничем не отличаются. Поскольку Гайзенмер в свое время был понятие о изотопическом спине. Как раз вот эту симметрию сказав, что силы... Так, теперь тот факт, что зависит от из-за спина, означает, что сильное взаимодействие между двумя нейтронами и двумя протонами совершенно одинаково. Если не учитывать кулон. Вот что такое изотопическая вероятность. Между нейтронами и протоном разное. А между двумя нейтронами и двумя протонами совершенно одинаковое взаимодействие. Сила взаимодействия одинаковая. Так, значит теперь мы продолжим сюда добавить плюс У Сигма от Эр, а здесь стоит Сигма-1, Сигма-2. Ну и кроме того, опять же мы должны учесть, что у вас есть изотопическая добавка. Плюс У Сигма от Эр на 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 Сигма от Эр. Вот уже у вас четыре неизвестных функции. Координат появился. Теперь спрашивается при наличии спина. Это что, единственный скаляр, который мы можем построить? Сигма-1, Сигма-2. У нас же требование такое. У нас должен сохраняться полный момент G, G, в которой есть сумма амбитальная плюс U, F плюс S. Поэтому мы, строго говоря, должны смотреть вот на это G. Ну G с этим, конечно, коммутировали. Сигма-1. Поэтому тут все в порядке. Но, в принципе, можно же построить еще и другой оператор, который бы у вас тоже коммутировал с G. Ну, совершенно понятно. Этот оператор, очевидно, есть Сигма-1 умножить на N. Ну и сюда мы еще добавим Сигма-2, чтобы было симметрично относительно этих двух частиц. Сигма-2 умножить на N. Вот кроме вот этой комбинации, есть еще вот такая комбинация, которая тоже является скаляром. Является скаляром. И те, что такое N? N – это единичный вектор R, деленное на модуль R. Единичный вектор стоит вот только в оси соединяющей частицы. Вот. Ну, теперь вместо вот этого оператора удобно используется другой. Потому что, смотрите, вот если вы идете специфицировать вот этот оператор по отношению к орбитальному моменту, то тут стоит произведение N, I, N, K. Произведение N, I, N, K – это приводимо. То есть оно содержит в этом смысле два представления. Оно содержит представление N, I, N, K – минус 1 в третье дельта пика, ну и еще дельта пика. Дельта пика. Вот это отвечает моменту R орбитальному равному 0, а это отвечает орбитальному моменту равному 2. Ну, я могу написать здесь еще N квадрат. N квадрат. Такой корень квадрат единица – это несущественно. Вот. Поэтому удобно. Вот этот скаляр уже нас не интересует, потому что С1, С2 – оно уже есть. Поэтому давайте мы оставим только вот эту комбинацию, которую обычно крошку пишут Н квадрат. А вот такой оператор. 3, С1, N, С2, N, минус С1, С2. И этот оператор обозначает буквами S1, 2. Значит, этот оператор является по отношению к орбитальному моменту тенцером второго ранга. Тенцером второго ранга. Тенцером второго ранга отвечает моменту R равному 2. Поэтому, если мы сюда напишем вот эти силы, плюс QT от R с оператором S1, 2, это тоже скаляр нормально, поэтому может присутствовать во взаимодействии. Но, его действие сводится к тому, что, если вы подействуете этим оператором на состояние с орбитальным моментом 0, то вот из-за того, что тут есть момент 2 орбитальный, вы получите состояние с орбитальным моментом 2. То есть этот оператор смешивает состояние с орбитальным моментом 0 и 2. Ну и в общем случае состояние станет g минус 1 или g плюс 1. g минус 1 или g плюс 1. Ну поэтому вот эти силы называют тензорными. Тензорные силы. Тензорные силы у вас ведут к тому, что обитальный момент не сохраняется один, а сохраняется только полный момент g. Но кроме того, естественно, сюда нужно добавить qt tau от r на s1-2 и на tau-1 на tau-2. Так, для того мы уже получили 6 функций неизвестных ядерных сил, которые нам надо каким-то образом определить. Значит, вот, как видите, задача построения ядерных сил, потенциала ядерных сил, она становится все более и более сложной. Но это еще не все. Это еще не все. Дальше. До сих пор у нас мы посчитали, что потенциал, вообще говоря, не содержит сил, зависит от скорости. Но, в принципе, мы знаем, что есть спинно-орбитальное взаимодействие, которое сюда можно включить. Ну и в ядерных силах спинно-орбитальное взаимодействие, она, конечно, поправка релективская, но в ядерных силах она оказывается гораздо больше, чем по отношению к центральным силам по причине, по той причине, что у вас в случае электромагнитного взаимодействия у вас имеется обмен одним платоном, а в случае вот ядерного взаимодействия, вы можете моделировать эти силы обменом мизонами. А мизонов бывает много. Поэтому, в частности, можно, например, центральные силы, получается, если у вас идет обмен скалярным мизоном и векторным мизоном. Причем скалярный мизон всегда притяжение, а обмен векторным мизоном – отталкивание. Поэтому центральный потенциал, если сумма двух, вернее, разность двух больших величин, двух больших величин, и он оказывается, там, порядка, там, глубина этой самой ямы примерно, там, что-то, 50-60 мм. Вот. А спинно-орбитальное взаимодействие, когда вы будете электрические поправки вычислять, как взаимодействие, то в спинно-орбитальной части и у векторных, и у скалярных частиц при обмене скалярными и векторными частицами в спинно-орбиты складываются. Поэтому, значит, получается, что у вас относительный вклад спинно-орбиты в ядерном взаимодействии гораздо больше, чем в атомах. Чем в атомах, где у вас, там, точно это в акцент в квадрате, в класс спинно-орбитальных сил в разности энергии. Здесь он больше, чем просто в квадрате по отношению к этому потенциалу. Хотя происхождение именно то, что имеет то же самое. Электрическая поправка, но только от разных гризонов эта поправка складывается, от скалярного и векторного. В то время как в центральном случае основная часть, она сокращается. Поэтому относительный вклад оказывается больше. Ну так вот. Значит, силы зависят скорости. Спинно-орбитальные силы. Типа спинно-орбитальных сил. Ну здесь вы можете построить их два оператора, которые были симметричны относительно перестановок частиц. Вы можете построить оператор L умножить на S1 плюс S2. И можете построить оператор L умножить на S1 минус S2. С1 минус S2. Значит, это их полный спин. Это есть равно L умножить на S. Вот это другой оператор. Это скалярное величие. Другой оператор, который у вас не правильно. Не свойство простой спинно-орбитии. Можно построить такой оператор. Но вот тут начинает играть роль симметрия ядерных сил. Смотрите. Вот если вы посмотрите на это все взаимодействие, на это все взаимодействие, то видно, что у вас полный спин, оператор S2 коммутирует вот с этим взаимодействием. Коммутирует вот с этим взаимодействием. Даже с S1-2 коммутирует. Это легко убедиться будет. Импосредственно. То есть все эти операторы коммутируют с S2. Это означает, что вот эти все взаимодействия не меняют полного спина. И вы можете состояние двух муклонов классифицировать по полному спину. Это либо синглет, спин равный нулю, либо триплет. S равный единице. Теперь, вот эта часть тоже спина не меняет. Она не меняет, потому что здесь входит S полностью. Тоже S2 не меняет. А вот эта часть, она не коммутирует с S2. То есть вот этот самый оператор S1-S2 коммутатор с полностью спина S2 ненормально не будет. Это означает, что этот оператор меняет полный спин. Меняет полный спин. По L у вас... Но арбитальный момент он не меняет. Ну вот тут L. Орбитальный момент не меняется. То есть вот этот оператор меняет спин и не меняет орбитального момента. Но, коль скоро у нас есть отношение минус единица в степени L плюс S плюс T должно быть равно минус единицы, у вас это взаимодействие не меняет L L остается в составе. Оно меняет S это означает, что сохранилось минус единица должно автоматически измениться T на единичку. Иными словами, вот эта комбинация, хотя в нем явно из-за спин не входит, она приводит к несохранению из-за спин. И если мы принимаем, что у вас из-за спин хорошее квантовое число, он сохраняется. Это означает, что вот в этом взаимодействии оно, ну, как минимум, мало. Его в первом тренажине можно вообще опустить. Можно вообще опустить. Вот. Ну и поэтому, значит, еще один член, который здесь существует, это спинно-битальное взаимодействие плюс U на лс от r на l умножить на s и плюс, естественно, у лс от r умножить на лс и умножить на Тау-1 и Тау-2. Вот такие у вас есть потенциалы. Ну вот, смотрите, это вот, если вы ограничились низшим порядком по vх-ц, по скорости, значит, вот первый порядок по vх-ц по скоростям, то у вас есть 8 функций координат. Ну, понятно, что эти функции можно проанализовать по-разному. И это объясняет, почему существует много разных потенциалов ядерных сил. Разных потенциалов ядерных сил. Почему-то эти все потенциалы, они имеют географические названия. И есть парижский потенциал, есть немингенский потенциал, есть бонский потенциал, есть аргонский потенциал. Все эти потенциалы отличаются только тем, как парижензируется О, Р. Но если вы нарисуете их, то на глаз, конечно, они отличаются. А отличаются только, как парижензируется вот эти функции. Ну, в частности, например, парижский потенциал, у вас каждая из функций имеет вот такой вид. Это сумма по И Е в степени минус М И Р поделить на Р на Ж И Д. Это сумма потенциал фью кавры. Где тут до 8 членов суммы. Ну, и дальше просто подгоняются все вот эти вид имеют такое. Значит, этот вид он навевает на то, что вот этот потенциал югкавый, и вначале он идет от обмена частицей массой М. Обмена частицей массой М. Но на самом деле здесь только вот в этих тендерных силах есть вклад обмена пимизоном. Пимизон имеет минимальную массу из всех мизонов, поэтому он дает сам грандействующий хвост. Масса безумная это 140 мэр. 140 мэр это наши силы примерно такие есть 1,4 фермы. Радиус действия сил 1,4 десятых фермы. Я напомню, фермы это 10 минус 12 сантиметр. 13 извините. 13 10 минус 13 сантиметр. Вот. Значит, вот это радиус действия сил. На самом деле, значит, вот только минус таких сил, тут одна масса близка к ионной, все остальные, они, в общем-то, просто параметры не имеют отношения к массам, к массам и зонам. Да, ну вот это поэнческий потенциал. Аргонский потенциал вообще поступает совсем по-простому. Они берут вот эти функции, вот в таком суперпозиции вот такие функции. функции V от R, которая есть здесь, единица поделить даже U U какой-то констант U, а здесь третья единица плюс E в степени R минус R большое поделить А. Ну, фермерская ступенька. Фермерская ступенька. Но эта функция, когда R меньше, чем R большое, а A маленькая, то она у вас почти близка. Вот потенциал вот такой вид это что-то типа вот такого вида здесь почти константно. Даже вот так. Почти константно. Ну, и вот эта переходная опуска появляется вот этим параметром A. Параметр который малый. Вот вот эти функции тоже набор вот таких параметров, которые подгоняются как раз вот эти A, R и U являются параметром, которые подгоняются и сравнение с экспериментальными фасами. То есть вы берете вот этот набор, загоняете уравнение Шренингера, решаете, находите фазы растения и сравниваете с экспериментом. Ну, и дальше вот эти параметры подгоняете, чтобы у вас получить экспериментальные фазы. Вот такие вот потенциалы. Ну, в принципе, эти потенциалы все выглядят одинаково. Все выглядят одинаково. На самом деле, в общем, потенциалы, конечно, дальше уже можно включать ЛС в квадрате. Это силы в квадрате. ЛС в квадрате. Силы, и тогда у вас, когда вы включаете квадратичный по импульсу, по скоростям, то у вас уже число функций возрастает заметно. Ну, поэтому, скажем, вот аргонский потенциал есть несколько вариантов, которые так и обозначаются, скажем, есть потенциал потенциал у 14 аргонский, 14 отжечься там 14 от этой функции. Вот я не хочу я. 14 шляп. Есть потенциал у 18 вот вот ну а дальше еще были попытки включить возбужденное состояние углона туда в промежуточное состояние. Во втором порядке это будет тоже класс потенциал, если вы учитываете промежуточное состояние возбужденное при рассеянии. Ну и тогда уже там получается у 28. То есть это вообще такое образование очень интересное. вот ну теперь давайте посмотрим как эти потенциалы выглядят. Как эти потенциалы выглядят. Значит вот здесь вот эта картинка сейчас я буду показать. Надо включить пока оно обливается. ага, вот проявляется, начинает проявляться. вот потенциалы взаимодействия для различных комбинаций С и Т. Вот эти вот цифры 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Они отвечают комбинациям полный изоспин и полный спин. Полный спин и полный изоспин. С и Т. Ну и вот видно, что состояние с полным изоспином ноль и со спином ноль оно вообще всегда вталкивание. Всегда вталкивание. Другие состояния есть немножко притяжения. У 1, 1 есть немножко притяжения. У 1 в состоянии с изоспином единица. В состоянии с изоспином единица с отки на ноль побольше притяжения. Вот тут вот как раз вот для этой части у вас есть виртуальный уровень 70КФ про который мы говорили как раз вот для этого потенциала. А вот это потенциал который имеет одно связанное состояние. Это дейтрон. Дейтрон. У него видите спин единица и заспин ноль и имеется состояние которое у меня при связи всего 20 небольшим мем. Ну а теперь смотрите масштаб мем. Вот видите вот здесь минус 100. 100 мем. Вот это яма. Дальше да. Теперь общее свойство смотрите вот когда у вас расстояние расстояние ферми меряется когда у вас вот здесь один ферми 0,8 0,6 ну где-то вот 0,5 ферми у вас все потенциалы идут резко вверх. То есть такое впечатление что тут есть стенка или как в свое время говорилось когда обнаружили спереди что наверно угловый умерет какой-то кор который не пускает друг друга который не пускает друг друга вот но на самом деле ну поэтому первый потенциал общество ставило стенка на этом расстоянии и пытались описывать чего каким образом но на самом деле конечно происхождение вот этого кора оно в точности такое же как скажем отталкивание двух атомов гелия когда вы начинаете сближать друг друга это отталкивание возникает просто из-за принципа палубы потому что у гелия два электрона уже находятся в состоянии и когда вы сблизите два ядра гелия вместе то у вас там будет четыре электрона они уже в состоянии не могут быть поэтому два электрона должны перейти в состояние для этого очень нужная энергия поэтому у вас есть сила которая препятствует сближению ну и здесь ситуация аналогична потому что у вас есть кварки которые находятся в эс-волне и у них уже все антисимметрично там по цвету по спинам они складываются и когда 2 одноклона друг с другом начинаете сближать они начинают проникать друг к другу вот эта кварковая структура начинает сказываться ну и получается что у вас кварк хотя бы один из кварков должен перевернуть спину для того чтобы у вас они сошлись вместе но для этого если один спин перевернется получается остается спина три вторых остается спина три вторых известно Это то, что называется гектарезонанс, он уклонный, который имеет энергию 1236 мег, массового, 1236 мег. Ну вот, то есть у вас там 250 или там 261 мег требуется на то, чтобы перевернуть с кулакой. Ну вот это и есть вот эта самая высота вот этой стенки. Высота вот этой стенки нарисована до 150 мег, но в принципе, конечно, там можно. Если бы нарисовали дальше, то тогда там бы уже должна была бы быть... Ну то есть высота будет порядка 250 мег. Порядок, в общем, 400 мег на самом деле. Разность между уклоном и дертейзобаром 300 мег. Вот высота стенки 300 мег такая. Ну, вы видите, у вас, естественно, масштабы совсем не атомные. У вас уже 500 мег начинаются на малых расстояниях, поэтому, значит, вот есть такое явление. То есть происхождение вот этого отталкивания, оно как раз связано с тем, что у вас есть внутренняя структура другого. Ну и вообще говорить о том, что у вас есть потенциал на этих расстояниях вообще как-то не очень осмысленно. Осмысленно просто по той причине, что у вас уже перекрываются волновые функции двух наклонов, и уже внутренние, уже кварковые степени свободы должны учитываться. Поэтому точно их тут, точно их нельзя считать. Ну вот такой потенциал взаимодействия у нас есть. И дальше с этим потенциалом мы можем посмотреть, что же они дают для дейтрона простейшего ядра. Какие свойства простейшего ядра дейтрона у вас возникают? Значит, вот как я уже сказал, они устроены так, что у вас только вот этот потенциал имеет связанное состояние. Поэтому, значит, спин дейтрона единица. Вот. А масса дейтрона фактически есть у энергии, вернее даже не масса, потому что нас интересует энергия связи. Нас интересует энергия связи для дейтрона. Поэтому мы можем сказать про него следующее, что вот есть для дейтрона. Для него известно довольно много. Значит, у ядра, полный у ядра дейтрона, значит, момент G равен дейти. Ну, спин ядра, это фактически полный момент всех маклонов, с которых у нас стоит. Дальше. Магнитный момент ядра известен тоже. Он равен 0.857 от ядерного магнитона. Теперь, значит, смотрите, я хочу напомнить, что в объектный момент протона равен, сколько там, 1.79 или 2.79? По-моему, 2.79, да. Это 2.79, что ли? Так. Где-то уже было сегодня. А вот где. 2.79.3. Мю. 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 Поэтому, если вы их сложите, вы получите почти вот это выражение. Их сумма... Мю. 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 будет 8 88 0,88 а здесь 0,857 то есть очень близка очень близка ну и можно думать что вот эта разница она ответственна за присутствие Д волны волновых функций Петрова поскольку мы видели, что у вас может быть Хель 0 и двойка то вот двойка, если есть, то у вас протон будет давать орбитальный вклад в магнитный момент ну и это мы потом потом оцениваем значит, вот магнитный момент дальше энергия связи дата еще существеннее, что ли он имеет электрический квадрубольный момент витрон и он равен 0,286 заряд Е умножить на первую квадратную на первую квадратную вот такая личная момент дальше энергия связи электрона я бы сказал здесь она равна она два 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 пять мы мы как мы это самое мы 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 Я путаюсь, сбиваюсь с русской, английской надписи. Часто путаются. Так, что еще? Значит, смотрите, вот эта энергия связи мала, она не велика. Ну, если учесть, что там было 100 метров, глубина потенциалом максимальной, это видно, что здесь очень маленькое состояние. Это, если вы будете моделировать ямой, то эта яма явно мелкая. В том смысле, что минус один будет моделировать это. Вместо того плавного потенциала нарисовать потенциальную яму, то будет отличная. Яма будет всего лишь содержать один уровень. Да, ну, мы знаем, что если у вас энергия связи такая, то волновая функция за радиусом действия сил, поскольку видно, что силы будут распадали, то за радиусом действия сил, основная функция будет ввести себя как Е в степени минус КР. И К – это как раз корень квадратный из массы протона на ГЭПсилон дейтрона. Делить на АЖ. Делить на АЖ. Делить на АЖ. Соответственно, вы можете сказать тогда, что радиус дейтрона, Р, это величина типа, длинница на К. Значит, я написал тут одну массу, а не две, потому что приведённую массу здесь писать надо. Приведённая масса двух нуклонов, она равна половине массы нуклонов. Тут 2M приведённая. Р радиус дейтрона есть на К, но если вы подставляете эти величины две сюда, то вы получите, что этот Р, он на 4,3 ферми. То есть, видно, что если у вас радиус действия сил там порядка полутора ферми, самые дальнодействующие силы, то тогда видно, что радиус действия 4 ферми видно, значит, что у вас нуклоны довольно незаметное время проводят вне радиуса действия ядерных сил. То есть, действительно яма мелкая. Ну и тогда вы сразу можете вот эти две величины сравнить. Сравните Р квадрат 16 и квадрокольный момент 0,286. Видно, что тогда действительно квадрокольный момент метро достаточно маленькая величина по сравнению с Р квадратом. То есть, он сплюснут или вытянут, но ненамного х. Так, ну вот теперь давайте сразу, что у нас еще есть время? Практически нет. Я думаю, что на этом давайте сегодня закончим. И дальнейшее свойство электрона можно... Да, и сразу давайте вот эту одну формулу я вспомню, напомню вам. Ну вот если вы помните, в примерном случае есть критическая глубина ямы, когда появляется первая глубина. Эта глубина ямы, она представляется по простойшей форме. Вот эта у критическая, это есть Пи квадрат H квадрат поделить на 4 массы протона и на Ру квадрат. Ру – это радиус ямы. Радиус ямы. Ну это место, где у вас Катангинс обращается в ноль, где Катангинс обращается в ноль. Как раз в этом месте. Ну вот теперь, если вы подставите радиус взаимодействия полтора ферми, массу протона H известна, то вы получите вершину порядка 50 мм. То есть если вы приходите моделировать тот потенциал просто ямой, то яма получается в два раза меньше. И радиус полтора ферми получается вот такая. Но она все равно получается много больше, чем энергией связи электронов. То есть действительно яма, в этом смысле яма мелкая. Ну вот, собственно, следующий вопрос уже. Теперь как выглядит волновая функция дейтрона через протоны нейтронные переменные. Через протоны нейтронные переменные. Я думаю, что как раз этот вопрос мы на следующей лекции начнем разбирать. У нас с нами сегодня будет закончено. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok